А дальше, тем временем, нас ждет наивный реализм убер-маргинала. Поехали. Маргинал разбирает дебаты у Семина без мата о Диамате, программист против биолога. Плита в термин диалектик. Что происходит? Я сейчас... А, стрелочками надо доходить? На час отвечаю. На самом деле, когда мы инфлянируем. Мы... Четыре минуты. Мы никогда не... А, блядь, он четыре минуты двадцать минут будет разбирать, заебись. Кайф просто. Кислоту выпей на действию про ДНК. Дезоксирибонуклиновая, да, получается же она? Наблюдаем камень там по себе. Мы наблюдаем что-то, что пришло к нам на сетчатку глаза. Спорно. Ну, я понял шутку про присылу, когда она сдохла. Ну, не сдохла, в смысле, когда на нее напали. Потом это как-то... Мы наблюдаем камень посредством того, что пришло нам на сетчатку глаза. Ну, зрители, бля, знают мою позицию по поводу... По поводу реализма. То есть, я сторонник наивного реализма. Ага, сторонник наивного реализма. Не, ну, на самом деле, это реально смешно. Наивный реализм в этом смысле уже не популярен даже в такой западной философии. Даже среди реализмов он теперь не то чтобы очень популярен. Печально. По сути дела. Спасибо, блангиды, за 10 рублей. Печально. Мы, то есть, когда мы смотрим, когда мы видим камень, мы, блядь, видим не какую-то феноменальную реальность. Не, ну, мы видим феномены просто. Да, и там ноумен за пределами. Ну, давай, давай, ладно. Дадим шанс. Или, блядь, мы не видим какие-то иллюзии, блядь. А вдруг иллюзии? Как ты проверишь, что это иллюзии или не иллюзии? Хуюзии. Ну, по-нау... Ну, очевидно, посредством таких же иллюзий... Ну, посредством таких же иллюзий будешь проверять, что это не иллюзии. Ну, здесь вопрос не о практике и не о эмпирической проверке. Здесь вопрос о том, можно поставить, может ли весь мир наших наблюдений быть иллюзорным. Просто когда мы говорим о феноменах, феномен может включать в себя, как наше восприятие, которое маргинал чуть позже опишет. То есть, вот такое вот чисто феноменальное восприятие наше. Мы воспринимаем камень и кажется, что он есть. Окей, ну, камень, в данном случае нож. Мы воспринимаем, нам кажется, что он есть. А этот нож, может быть, на самом деле его и нет, он иллюзорен просто, может быть. И все это описывается одним словом феномен, в любом случае, понимаете. Все то, что мы воспринимаем, то, что приходит к нам в явление, вот то и является феноменом. Получается иллюзия, потому что камня как такового в том виде, в каком мы его видим, нет. Наверное. Наверное нет, добавлю наверное нет. Я не знаю, есть или нет. Там находится какой-то предмет, который специфическим образом отражает свет нам на сетчатку глаза по науке. Получается, это всё равно не наивный реализм. Мы не видим... Может, хуйню спиздану. Да, бывает. Там находится свет, который отражается... Нет, там находится предмет, отражается он от свет. Ну, блядь. Свет отражается от предмета. Нам на сетчатку глаза. Предмет при этом... Как у глаза. Нет. Свет, отражающийся нам на сетчатку глаза, это то, что входит в понятие видеть. Потому что если бы камень свет не отражал, нам свет не попадал бы на сетчатку глаза и так далее. Бля, реализмов дохера на самом деле, но в этом надо разбираться больше. И далее. Мы бы не видели ни хера. В частности, не видели бы этот камень. Есть, кстати, буддийские теории, согласно которым из глаза выходит такой луч, как бы, и потом возвращается назад. Таким образом мы воспринимаем. То есть, есть разные теории вообще зрения, что вот интересно. Значит... Ну да ладно. Сказать то, что это цветом вместо камня, это просто категориальная ошибка. В плане, что надо отделить. Ну и вот используем понятие виденье. Что в него входит? В него входит деятельность на... Классно же зрение. Не, на самом деле под видением мы можем разное определение к видению как бы применить. В нервах входит часть тех, значит, процессов, связанных с движением частиц света и так далее. Это все входит в понятие виденье. В чьего понятие виденье? Я вижу, если мы не имеем в виду чисто виденье с анатомической точки зрения. Потому что тогда в него входит только деятельность глаз и зрительных нервов. Это немного может. Значит, когда я говорю, я вижу камень, вижу, само собой подразумевает, что он само собой подразумевает. Почему само собой подразумевает? А что ты взял, что глаз вообще есть? Может быть, глаз иллюзия в данном случае. Может быть, камень иллюзия. Тем более камень иллюзия. Твое восприятие твоего тела может быть иллюзия. Почему само собой подразумевает? всю цепь событий значит то есть это вы частиц отражающихся но не то разбирает там-то камень как объект был указан они как отражение света знаете в чем еще фишка вдруг ну мы же воспринимаем не сам камень мы свет воспринимает данном случае свет ну вы из теории науки тоже так мы свет воспринимаем не камень интересно то значит эта информация полученные через глаза обрабатываем камень подразумевает то есть мы еще и обрабатываем формацию мозгу ну прикольно ну это понятное дело конечно но просто прикольно да таким образом видим мы камень как он есть посредством зрения а то что зрение она не передает камень его каменности речь не о том не о камне в каменности во все его каменности как он есть это входит в понятие зрения и камень тоже сам себе не передает потому что он в одной точке времени является чем-то одним а в другой точке времени чуть-чуть частично стерся с какого-то края там его вода подточила это вроде бы тот же самый камень то есть там есть какой-то континуум но он уже не тот же сам так получается что камень как он есть он бля сам себе ну не передал окей значит он не отражается восприятие наверное уже полностью по крайней мере как ты подтвердишь как ты докажешь что ты никак ответ никак в данном случае видишь камень как он есть как-то каждого иллюзия ну то что у нас для каждого глаз не иллюзия что свет не иллюзия что твой мозг не иллюзия твое мышление не люди твое сознание не иллюзия а вообще что все что к так или иначе прилегает к тебе включая там твое я это не иллюзии как ты докажешь это потому что но нам все-таки желательно быть кем-то чтобы до что-то воспринимать наверное не обязательно личностью не обязательно ли я но чем чем-то быть важно вас бывают иллюзии мы знаем исключительно из нашего опыта если мы принципиально не доверяем нашему опыту мы не доверяем и тому опыту который указывает на то что у нас в принципе бывают иллюзии да мы не доверяем тому опыту который указывает на то что у нас в принципе бывают иллюзии правильно правильно просто слова и люди в данном случае мая индийская мая может подразумевать что все в мире иллюзия вообще все в мире люди ничто не является настоящим не демянька это значит это значит собственно все то есть скептицизм основанный на возможности иллюзий он самоуничтожает еще разок пиш как ты докажешь что ты видишь камень как он есть смысле скептицизм не может самоуничтожиться ввиду того что ничего не утверждает если ничего не утверждает за счет он не может впасть противоречия все не может впасть противоречия ну ничего не может произойти с ним больше вот нет ничего просто не может так ребят то что все иллюзия это утверждение это утверждение которое я могу забросить маргиналу чтобы он попытался на него ответить он ведь как бы не ответил как мы докажем не ответил давайте еще раз переслушаем скептицизм сомнений это не утверждение о том что все есть иллюзия иллюзия то что у нас бывают иллюзии мы знаем исключительно из нашего нет кстати не у декарта я прочитал поэтому такое сейчас как ты подтвердишь как ты докажешь что ты видишь камень как он есть как так что то что у нас бывают иллюзии мыс ну то что у нас бывают иллюзии восприятия мы знаем из опыта феноменального окей это мы его наверное додумываем потому что феноменальном опыте они нам не представляются как иллюзия не представляются нам как реальный феноменальный опыт они становятся частью нашего опыта в данном случае эти самые иллюзии то что если совсем наивно подходить к собственным восприятиям тогда иллюзии в принципе реально ну да ладно а если мы идем еще немножко дальше дальше что мы можем задать вопрос о том является ли все иллюзорным является ли все наше восприятие иллюзорным, не базирующимся на какой-то реальной действительности. Я Шадов, 10 рублей, догма, иллюзия, аксиома, проблема, вот что тут я... Ну, смешные комменты, окей. Знаем исключительно из нашего опыта. Если мы принципиально не доверяем нашему опыту, мы не доверяем и тому опыту, который указывает на то, что у нас в принципе бывают иллюзии. И чё? Ну чё дальше? Ну не доверяем, да. Норм. А чё дальше? Куда-куда мы дальше идём? Ну то есть, что делать дальше с этим? Мы не доверяем тому опыту, который говорит о моих иллюзиях. Окей, заебись, потрясающе, ну и что? И что? Собственно всё. То есть, скептицизм, основанный на возможности иллюзий. Скептицизм не основывается на возможности иллюзий. Во-первых, это один из тропов просто. Один из многих тропов. Он самоуничтожается. Как? Как? Как он самоуничтожается? Что за хуйня было сказано только что вообще? Ну то есть, это даже осмыслить-то, ну по сути, нельзя. Ну не знаю, эмпиризм, основанный там, не знаю, на утверждение собственного эмпиризма, он самоуничтожается. Почему? Да просто так. Я потому что так сказал, ребят. Всё, самоуничтожился. Идём дальше. Дальше. Точно. Глазы, зрительные нервы, мы не фотоны видим. Да, он сказал, скептицизм, основанный на возможности иллюзий самоуничтожения. Как он самоуничтожается? От того, что человек допускает иллюзорность мира, там, его мировоззрение от этого уничтожается, там, мировоззрение буддистов от этого уничтожается, например. Вроде не уничтожается. Индуисты многие тоже верят в майо. То-то у них уничтожается всё это мировоззрение? Нет. По какому принципу оно уничтожается? Я просто здесь вообще в принципе непонятно. Он просто придумал какую-то хуйню, какое-то высказывание, которое никак не подтвердить, и норм, всё, достаточно этого, наверное, или нет? Которые там куда-то, блядь, там отразились, в глаз прилетели. Нет, не видел дебаты Лоуреса Крауса и Хазана Изурдзиза на тему ислама. Нет, не видел. Я видел эти дебаты, Лоуренс Краус, пососал хуй. Кстати, вполне возможно, что так и было. Потому что атеисты редко, серьёзно относятся к беседам с верующими. И поэтому очень часто проигрывают. Как ебаный голубь опрокинул, блядь, шахматные фигуры, обосрал всё. И ушёл в полную уверенность, что затащил. Заявив, что наука доказала, нам логику надо менять. Ну, блин. Ну, блин. Ну, это, в принципе, очень ожидаемый результат этих дебатов, потому что, ну, понятное дело, что какой-нибудь верующий, если он хочет победить учёного, он будет хорошо готовиться. А наоборот, обычно, ну, не бывает. Обычно там докинзы всякие, Крауса, они думают, что они очень крутые, и они без проблем затащат спори. ПП Адский Огонь, 100 рублей. Да, охуенно. Феномен в том, что у осьминога вместо штанов чернильницы. Да, понятно. Спасибо за 100 рублей. Блин, смешно. Идём дальше. Ну, типа, осьминоги, они попускают чернила, блядь. Идём дальше. Да, ну, нихуя это не видим, мы видим камень. Нет, что такое камень? Как его увидеть? В каком смысле мы его видим? Мы не искажаем его восприятие, никак. Было отвечено, было отвечено. Жение, как это не искажение, это видение. Ну, если мы видим что-то, что не является тем камнем, который мы на самом деле наблюдаем, что там дальше-то будет? ну, в смысле, то есть, твое восприятие камня отличается от самого камня. Вполне возможно. Единственное, что ты можешь сказать, что там есть какой-то предмет, который ты воспринимаешь как камень. Трид, ты воспринимаешь как камень, просто, ну, он камень, мы вроде его потрогать, там можем посмотреть, он, он вроде бы какую-то форму имеет, мы его можем пощупать, там облизать даже можем камень. Ну, вообще, совокупность восприятия в этом смысле нам дает некоторые, знаете, гарантии такие, что, ну, мы что-то лизнули, это камень оказался там, ну, нормально, терпимо. То есть, почему-то все, 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 все восприятия, хоть и по-разному, но указывают на, как минимум, наличие предмета, хотя фиксируют разные свойства этого предмета. Но, опять же, все равно очень трудно, здесь все равно очень трудно подтвердить, что данный камень вообще, в принципе, ну, реален в том смысле, что мы его воспринимаем как реальный камень. Странно, странно. Это не искажение, это факт того, что мы его видим. Не, камень, понятное дело, существует где-то там сам по себе, без нашего видения, хотя, может быть, и не существует. Тут вопрос в том, существует он сам по себе или не существует, кстати, имеет тоже место. Ну, да ладно. Допустим, камень существует. он существует, видимо, не так, как мы его видим. Это уже, ну, немного, не знаю, нас отдаляет, что ли, от наивного реализма. Это как сказать, что зеркало искажает меня. Вот я когда стою возле зеркала, оно меня искажает. Оно меня отражает. Да, оно меня передает буквально таким, какой я есть. Нет. Это не означает, что я должен находиться внутри зеркала. для этого. Ну, то есть, смотрите, если перед маргиналом будет зеркало, и внутри будет камень, короче, за стеклом будет камень нарисованный, маргинал будет думать, что это настоящий камень, или что? Непонятно. Правильно. Во всей своей телесности. А, зеркало, ну... Нет, зеркало не отражает тебя во всей твоей телесности, зеркало, ну, просто получается, картинку копирует. Не то, чтобы даже копирует, благодаря зрению, получается, ты фиксируешь, ну, отражение, да, бывает такое. Но в реальности, видимо, этого отражения нет. Ну, то есть, не получается же такого, что на зеркале реально рисуется картинка Убермаргинала. Оно не так работает, оно не постоянно перерисовывает картинку Убермаргинала. Там, ну, это, в общем, короче фича 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 такая есть зеркалят да там не ты нет зеркалом вообще плохой предпример потому что ну зеркало зеркало притом не само зеркало как предмета зеркало которое отражает человека начал маргинал может сейчас хочет нам сказать что он внутри зеркала находится нет он не находится внутри зеркала как тогда она отражает маргинала во всей его телесности зеркала и всякие другие отражающие поверхности здесь нам немножко тоже подгаживают потому что ну они отражают то чего нет есть разница да есть разница есть огромная разница между того что вы видите в зеркале и вами ну наверное да или вы же не разговариваете сами собой в зеркале как минимум разница настолько колоссальна что ду прям прям очень велика короче а теперь прикольте припеки прикиньте ребят что человек видит вокруг только одни зеркала зеркала псевдореальности и говорит ну чё но я ж зеркале себя вижу все круто армян все радует камень зеркале тоже круто нормально это часть того что она отражает меня таким каким я действительности являет бля мне не нравятся такие выражения отражает меня таким каким я в действительности являюсь ну если мы берем опять же по биологии ты являешься совокупностью клеток ну органов может быть органов клеток систем органов там не за тканей различных систем тоже ну вот являешься такой совокупностью доходим до атомов потом молекулы атомы потом еще дальше ниже 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 насколько я понимаю зеркало не отражает все уровни твоего бытия так скажем и на просто ну да в чем проблема жить в мире зеркал но маргиналом принял предложил альтернативу можно жить в мире зеркал и все будет как бы нормально это это реальность но это интересно это интересный подход когда мы просто изображаем иллюзию реальностью то же самое и с перцепцией со зрением а кстати честно вам скажу но мы с маргинал вот вот этот спор он на самом деле тяжелый он на самом деле очень тяжелый вести вот такой вот спор в формате стрима то есть спор о феноменах спор о реальности спор о реализме формате стримов когда у тебя нет времени продумать свою мысль осмыслить каким-то образом ее как-то и трансформировать правильно предугадать движение оппонента ну вот в такой форме но нам очень тяжело очень тяжело поэтому пример зеркалом понятно почему он плохой и в принципе здесь наверно ну если по-хорошему отвечать надо было бы прям жестко подумать над этим зрение она отражает вещи такими какие они являются если под словом является понимается слово явление но то есть этот автология зрение отражает вещи такими какие они являются то есть нам вещи являются такими какими они являются окей то есть феномены они потому и феномена что они являются феноменами да и феномены в явленности своей являются нам и мы их видим потому что мы их видим потому что они есть например просто мы их видим а потому что они есть такие какие они съесть предметы тут странно нож 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 хер знает как он есть на самом деле я вижу его вот таким тем более я понимаю что одним только зрением от если его не трогаю я не охватываю значительную часть его свойств когда я стучу по нему я слышу определенный звук зрение я этот звук не нахожу я могу облизнуть железо а вкусный вкус железа блин прикольный а ну ладно вот я почувствовал какой там у него вкус могу на запах запах тоже вообще вообще разные свойства ухватил этого предмета что тоже интересно каким же он не является если я буду слепым я то есть я как бы останусь без этого ножа то есть нож исчезнет из мира или не будет мне являться таким какой он является или как-то принципе работает ну просто непонятно не зеркало промо при плохой пример в вопросе видения не потому что мы с ним разговариваем потому что то что отражается в зеркале как раз пример скорее иллюзия вот как ни странно это просто очевидный пример иллюзии мы не видим там человека мы вроде бы думаем что видим человека но там его нет мы можем там например не знаю бежать вперед на зеркало врезаться в него не знаю или стекло бывал такое в детстве у меня было врезался стекло ну да ладно до зрение не отражает во-первых все свойства вещей и неизвестно сколько свойств вещей на самом деле существует помимо наших восприятий вот 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 никак не странно понимаете непонятно сколько еще свойству вещи существует или и существует ли вообще сама вещь осязание мы можем как-то его потрогать вот 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 я не вообще не понимаю но тут то есть не понимает того что я вижу в зрении с этим самым ножом понимаете одно дело я вижу другое время я его трогаю как-то щупаю это абсолютно разные вещи я могу слышать нож слышать могу нож его звучание звучание разных его частей детали это абсолютно разные свойства предмета в данном случае в каком смысле я воспринимаю нож таким как он есть действительности даже себя допускаю что он есть вообще в принципе серьезно серьезно но может быть ну странно просто просто этот процесс отражения выдаем за искажение но это же не так то есть мы вопрос был в наблюдении глазами за камнем ну мы смотрим на камень и отражаем его свойства такими как и они есть действительности что 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 происходит то есть понимаете в чем проблема максим пестряков то что маргинал выдает свойства своего восприятия за свойства предмета это еще доказать вообще-то надо максим это реально надо доказать этот реально очень сложно доказательным реализмом реально возникают большие проблемы просто ввиду того что но то на него не просто так назван наивным реализмом вообще-то и не зря не зря короче люди дальше разрабатывали другие реализмы чтобы как-то ну придерживаться реализма в целом во первых какого-то хера противники наивного реализма говорят что вменяют во первых нашему зрению что она не содержит в себе буквально камни ну это хуйня сейчас содержит не содержит да вот именно что значит быть в действительности вот тоже вопрос к маргиналу тоже большой различает ли он действительности реальность еще тут такой интересный вопрос как термины иногда их различают вопросов задавать на самом деле можно очень много буквально солнце звезды помимо солнца и так далее но и также меня ну да получается маргинал полагает какую-то действительность как аксиому и говорит камень вот принадлежит к этой аксиоматической действительности все камню звездам и планетам и запахом и деревьям что они не представляют из себя зрения так похуй я этого не вменял кстати то есть понимаете какой-то ёбаный бред то есть я здесь этого не вменял причем это у меня существует как раз у меня интересует именно реальность предмета который лежит за восприятием или феноменом неважно по моему вопрос был поставлен именно таким образом с моей стороны и вопрос в том существует ли этот предмет который мы видим или он не существует и может ли он не существовать и в каком смысле он существует таком случае если он существует а ведь смыслы могут быть разные в данном случае принятый бред это от этого не менее бред с так же как дистинкция между врожденными поведенческими свойствами и приобретет тоже мейнстрим этом при этом но то же самое и вот у нас же был но это позиция кстати я думал маргинал непонятно скептицизм потому что думаю что эта позиция за который декарт скептикам припис но декарт сам не скептик надо у нас же бывают сны назвать иллюзии так далее кто я такой чтобы как как я могу быть уверен что весь мой опыт так скептицизм не посвящен одному этому вопросу тот скептики сомневаются вообще во всем у них нет убеждений вообще нет ни одного убеждения да как как ты можешь быть уверен в этом допустим в опыте но тут проблема не в том что ты не можешь быть или можешь уверен в опыте проблема в том что не может быть уверен еще и во всем остальном что этот опыт окружает иллюзии не иллюзии это просто один из немногих вопросов которые вызывают у нас сомнения один из маленьких таких вопросов даже понимаете такой вот буквально вот один даже не самый важный вопрос про то что у тебя когда-то были какие-то иллюзии ты знаешь только из такого же опыта который как ты сам сказал да опыт мог быть иллюзии окей поехали дальше может весь наш опыт был иллюзией и все то есть он тоже получается следовательный вывод о том что тебя когда бы то ни было были иллюзии или сны тоже несостоятельно почему ну может быть да реально все потоки единый иллюзии снов да окей понимаете в чем дело скептик может размышлять допущениями ну допустим все есть сны иллюзии так далее может быть мы вообще все время спим а может быть мы никогда не спи может быть это все единый феноменальный опыт который проявляется в нашем неразличии для скептика все эти концепции могут быть абсолютно равны на просто пох просто без разницы тут нет никакого разрушения никакого противоречия потому что нет утверждения скептик не делает вам утверждение весь мир иллюзия альо ребята из мира иллюзия понимаете нет скептик не делает такого утверждения скептик допускает что это возможно скептик также может допустить что нету никаких сынов там не знаю других иллюзий на самом деле не иллюзии не сны это реальность все почему скептик не может такое допустить да может и одновременно может допустить все возможные позиции почему бы и нет понимаете вывод от на том что у тебя была иллюзия ты можешь выводу о том что у тебя была иллюзия да можешь прийти только сравнив два опыта вместе ну на самом деле к смежному вопросу о том иллюзорен мире или не иллюзорен можно прийти не испытывая и опыт иллюзии даже не видя сны при этом можно просто задаться вопросом о реальности вещи чего мы кстати начали реален ли предмет который мы видим или нереален и почему мы мним его реальным тем более в наши дни у нас имеется своеобразный опыт который но определенно является не знаю близким тоже к иллюзию но к виртуальному к нереальному это опыт и видеоигр мы видеоиграх видим предметы которых на самом деле нет они есть только вот как вот то что на мониторе мы видим они рисуются у нас на мониторе ну прекрасно круто но и же нет на самом деле камень который есть мониторе внутри у нас там в игре в какой-нибудь это не тот же камень что находится снаружи в природе даже если видеоигры когда-нибудь дойдут до того что мы сможем прикасаться прикасаться к этим предметам разным трогать их видеть нюхать лизать слышать даже но слушать мы уже можем это это все равно но если видеоигры будут развиваться дальше в таком же духе но мы не сможем различить реальное и нереальное а различие реального нереального откуда возьмется но его можно взять не только из сновидений и не только из несновидений иллюзий я не думаю кстати что большинство философов которые постулировали так или иначе иллюзорность мира ну испытывали иллюзии так или иначе а вот относительно снов всякое может быть всякое может быть тем более у нас есть воображение у всех стать что тоже интересно и выборов один из них как настоящий а другой как иллюзор ну обычно еще проблема заключается в том чтобы мы выбираем не один из них как настоящая здесь эти в поддержку маргинала скажу ни один из них как настоящий другой как иллюзорный мы выбираем там не знаю из миллионов опытов там не знаю это миллиона опыта мы горим это настоящего потом один исключающий опыт мы говорим это иллюзорный допустим опыт как-то так то есть так или иначе какой то ну это вот и вечная поэтому люди поэтому людям не нравится философия собственно так такая хуэта зафоршена и ее повторяют из поколения к колени а про камень что скажешь алё ты блять коснул коснам обратился внезапно ебучим который я не воспроизводил кстати в данном разговоре чё я чё воспроизвел давай дальше про камень есть он или нет заебал у нас не выдерживает самый простейший пить мы уже поняли да каким образом нам рассказал хуйню какой-то вообще любите какого-то жили к моим высказываниям это не выдерживает никакой-то культу критики любят никакой критики мы видим сам камень не в каком как мы его сам и пасы что за сам камень мы видим сам камень таким посредством глазами моего видеть все хуйни которую докажи что глаза и заебал но то есть опять же ски упомянул и и еще всякое появление которую не упомянуть таким образом мы видим сам камень что такое сам камень у нас что такое сам камень отвечать фотонов никаких нет может быть у нас нет никакого света отражения это что ты придумал все это дохера на самом деле он реально духу я придумал кучу допущений которые базируются просто ради того чтобы поддержать любимый сладенький крутой опыт который мы так обожаем какой хороший опыт какой хороший опыт ему нужно доверять а поэтому мы сделаем миллиарды допущений чтобы ну так было дальше больно чтобы отвлечься кто лучше бабанги да или пушкин но бабанги да ахуенный аргумент нас может быть ничего нету хорошо как ни странно скептики исходят из допущений вот вот вообще как ни странно знаете для скептиков вполне так радикально исходить из тех или иных допущений и пока те или иные допущения не будут абсолютно опровергнуты то есть не будет абсолютного опровержения той или иной позиции до тех пор скептик может сохранять сомнения ну или хотя бы не будет абсолютно доказано что-то да нужно доказать что есть глаза свет фотоны рецепторы нейросигналы мозг нейроны синапсы да в абсолютной степени притом в абсолютной степени чтобы не вообще никаких сомнений не оставалось в этом вообще никаких то есть чтобы не было возможности того что я живу в какой-то матрице хуя 3c во сне вообще во всем чем угодно то есть чтобы меня не было вообще никаких оснований для сомнения когда до такой степени доказательства мы дойдем тогда мы можем уже будем говорить о том ну да да маргинал данном случае прав или неправ но мы все еще не дошли до такой степени доказательства окей на пока только киваями говорим окей это же так легко опровергнуть но опровергать я сегодня не буду и ничего нету идем дальше я напоминаю дальше такой камень тысяч так не сказал человек и камень основной вопрос философии почему есть что-то они не что прошу прощения маргинал но у меня диссертация по хайдеггеру написано и здесь на него просто на похуй будет в данный момент почему есть что-то они не что а потому что ну продолжать жить все равно надо принимать решение ты все равно будешь и принимать решение ты будешь исходя из полаганий о том что какие-то вещи есть каких нет каких нет какие-то вещи при этом важнее важны какие так максим эти модели существуют в виде догмы люди вам будут их короче затравлять до конца чего взяли что наивный реализм кстати является эффективной моделью объяснений от него почти все отказались кроме некоторых довольно маргинальных личностей прямо скажем тоже очень интересный вопрос кстати ученые ведь не являются наивными реалистами на самом деле наивный реализм пишет закдаун спасает нас от лишних мыслей это просто очень удобно но хуена теперь давайте давайте да просто философии где мы интересуемся вообще познанием предметов и истинным познанием хотим к истинному познанию прийти понимаете мы хотим прийти с помощью философии ну или хотя бы когда-то хотели прийти к познанию того как все устроено на самом деле а теперь блять давайте просто плодите очень удобные объяснения ну окей тогда философия ребят реально не нужна нахуя нам нужна философия если мы просто можем брать самые удобные объяснения как это делать там наука там или там не знаю или наивный реализм например просто берем самые удобные объяснения и все и плевать и не думаем больше ни о чем отлично же ребят ну супер но это супер было бы да но чё то нет чего-то не идет у нас тебя нет выбора не делать выбор ну и чё и чё то есть но то может это в чём у спальнето может того нет ну да может этого нет может того не а почему маргинала перемешивает практику и теорию я получил честно говоря не понимаю с каких пор он так деградировал что начал перемешивать практику и теорию вот эту свое время уже понимал разницу разница была была просто вот ну колоссально там какой-то долбоеб меня сегодня заебывает в чате простите я его за бани у меня заебала просто сегодня и просто блять бесите ребята если не очень хорошее настроение заблокирую пользователя за танец а за танец а пошел нахуй отсюда можно считать наверно что гравитации нет до того момента когда у тебя появится возможность выйти тогда ты либо перестанешь считать что гравитации нет и выйдешь в окно получается зачем выходить в окно если гравитация нет зацените охуенный аргумент маргинала ты знаешь что что иллюзии возможно из опыта иллюзии исходя из того что весь опыт иллюзорен твой опыт иллюзорен иллюзорен то есть ложен поэтому прийти к выводу что весь опыт иллюзорен нельзя хоть давайте еще раз прочитаем так да еще раз прочитаем на зацените охуенный аргумент маргинала ты знаешь что что иллюзии возможно из опыта иллюзий да есть такое исходя из того что весь опыт иллюзорен, твой опыт иллюзорен, иллюзии иллюзорен, что? Твой опыт иллюзии, видимо, иллюзии иллюзорен, то есть ложен. Поэтому прийти к выводу, что весь опыт иллюзорен нельзя. Так это странно. Просто проблема заключается в том, что если весь опыт иллюзорен, никакого противоречия все равно из этого не получается. Если мы допускаем, что весь опыт иллюзорен, на базе того, что у нас вроде бы какие-то иллюзии есть были до этого из этого ничего не следует из этого не выходит никакого противоречия в данном случае здесь нет радикального противоречия вообще его не видно она даже близко здесь не находится мы можем представить что весь мир который мы наблюдаем является полной иллюзией можем можем может быть это тоже какой-нибудь там уровень сна понимаете мы не можем проверить реально ли он есть или его нет не можем этого проверить это никак не опровергается это вообще никак не опровергается. Маркинол просто спорол хуйню. Ну да ладно. И сказал, что я, блядь, легко могу опровергнуть такие концепции, такие допущения. Это же просто бред. Нет, ну это опять-таки типичная хуета философии 1.0.1, которая, собственно, отпугивает людей, способных что-то хотя бы анализировать. Да, вот конечно же. Наивный реализм не отпугивает. Хотя бы чуть-чуть. Прикольно. Сам камень. Может быть сам камень состоит еще из каких-то невидимых вещей, атомов каких-нибудь. Что такое сам камень? Каждый отдельный атом, кристаллическое решет. О, давайте, интересно здесь, что такое сам камень? Там не знаю, что такое камень. Сам камень это конкатенация этих самых атомов, да. Коллекция этих самых атомов. А тогда общество это коллекция этих самых людей, хотя люди даже не особо связаны друг с другом технически. Камень получается абстрактный термин, который собирается из частей. Понимаете, в чем дело? Вроде бы камень конкретен в нашем восприятии, в нашем опыте. Но чисто логически мы можем предположить, что он собирается из разных частей, как общество собирается из людей, например. А, так... Вот, который собраны в такой форме, которую, собственно, мы благодаря... Благодаря тому, что мы этим... Так в каком смысле этот камень есть? Ну, насколько я понимаю, если мы смотрим на модели атомов всяких, модели атомов, модели там, не знаю, других элементарных частиц, мы вполне можем смириться с тем, что большую часть того или иного атома составляет пустота. То есть, представьте себе, камень состоит из атомов, которые соединяются в молекулы. Между атомами, внутри атомов пустота, по большей части. Между атомами тоже, по сути, там пустота такая будет определенная. Они в связи какие-то тоже соединяются, но эти связи тоже получаются условно, потому что слишком много пустоты. В каком смысле их соединение есть? В каком смысле? Это важный вопрос в данном случае. Ну, либо есть сам камень, а атомов нет. Мы можем сказать, камень есть, а атомов нет. Атомы хуйня. Атомы придумали, я там, не знаю, колдуны ученые. В опыте нам эти атомы, они нам не даются. Понимаете? Мы их не наблюдаем в опыте. Мы их непосредственно уже с помощью анализа до них доходим и с ними работаем уже с помощью наших интеллектуальных способностей, а не чистого опыта. Чистый опыт нашего восприятия, ну, очень крайне ограничен. И никакие атомы в него не входят. И ДНК в этот опыт тоже, кстати, непосредственно не входит в наш чистый опыт восприятия. Мы их не видим своими глазами. Мы их тоже анализируем по большей части. И ДНК мы анализируем, и даже клетки во многом анализируем. Хотя, отчасти их можем увидеть. Ну, не очень, правда, там хорошие картинки, но да ладно. Мне не очень нравятся, короче, микроорганизмы. Больше на артефакты какие-то похожи. Ну да ладно. Так, я иду, вижу яму. Пишет, как и просто. Обхожу, я жив. Шадов идет, начинает сомневаться в яме, в асфальте, концепции падений, стоит у края до опупения. Кто вообще решит, что ям не бывает и шагнет туда? Кто эффективней? Так я тоже обхожу яму. Спасибо за 10 рублей, но я тоже обхожу яму. Прикиньте. То есть, блядь, ребят, вы видите, в чем дело? Я могу жить в 10 тысяч раз эффективнее любого из вас, при этом будучи скептиком, потому что я тупо разделяю практику и теорию. Вот все. Ну, то есть, ребят, в чем тут проблема? Я могу даже заниматься, не знаю, какой-нибудь там передовой инженерии, но при этом сомневаться в теориях физики. Почему бы и нет? А, ну вот N3, он пишет, там не пустота, прогугли эту херню. Ну, я что-то смотрел, я просто уже не очень, как бы, вижу. Херню, там вообще непредставимая срань, потому что ни в какой точке тот же электрон не находится, есть такое, и скорее во всей пустоте одновременно как вероятность. То есть, тут тогда очень странная категория, получается, согласен. Хромосомы видны в микроскоп. Не, микроскоп это не наше зрение, ребят. Любые увеличительные приборы это не наше зрение. Это херня полная. Как ни странно. А наивный реализм не подкрепляется практикой? Какая разница, что подкрепляется практикой, а что не подкрепляется? Спасибо за 333 тысячи рублей, сид, большое. Очень приятно. Такс. Да, кстати, интересно, что за эффективность, но при этом я до сих пор жив. В какой-то мере озабочены, мы выделяем его из... То есть, опять же, очень интересная традиция, попытка вменить скептикам, знаете, неэффективность, непрактичность, но это полная хуйня. Какая-то полная хуйня. Ну, то есть, это абсолютная чушь, просто ввиду того, что скептики могут жить вполне так неплохо. 333 тысячи нет, к сожалению, нет, нет, 33 рубля, да. Ну да ладно. Электронный микроскоп не наше зрение. Да, действительно, электронный микроскоп не наше зрение. Любой микроскоп это не наше зрение. Тысячи нет, это иллюзия. Ну, здесь, видите, это иллюзия, действительно. Ладно, я реально сказал тысячи, я просто уже забыл. У окружающего хаоса, то есть, из всего вот этого booming and buzzing confusion, который представляет из себя мир. Почему, собственно, есть какие-то вещи? Да, почему вещи есть? В каком смысле они есть? В каком смысле маргинал понимает существование вещи в действительности? Вот. Вот главный вопрос, который меня... Почему, повторюсь, почему банка содовой, она отдельно от стола, на которой она стоит? Ну, давай. Банку содовой мы тоже видим, кстати, такой, какая она и действительно есть. И с дисковой тоже. В каком смысле они такие действительно есть? Мы видим их такими, какими мы их видим, получается, на самом деле. А такие, какие они есть, хер знает. Мы выделяем их из... Безграничного... Безграничного... Из... Мы выделяем их. Да, все еще есть мы. Мы. Мы наши внутренние состояния. Вот этого космического теста Роршиха. Да. Ну, посредством нашей заботы... Да. То есть, заботы не в смысле, что мы о чем-то заботимся, а в смысле, что нас что-то озаботило. Что нас что-то волнует. Какого хуя здесь Хайдеггер, блядь, делает? Это, блядь, ебаная теория эмпиризма, наивный реализм. Он так или иначе родственница эмпиризма. Какого хуя Хайдеггер здесь забыл? Блядь. Мы выделяем... Блядь, а... Стоп, но существуют предметы за нашей заботы о нем? Что, блядь? Ты, блядь, экзистенциалист, что ли? Я не знаю. Хайдеггер какой-нибудь. Блин, что происходит? Те вещи, которые... Не читал книгу Майкла Шермера, скептик. ...важны. Для... Ну, грубо говоря, для нас. Так они нам важны, они для нас важны. Ну, почему он существует? Давай. В какой действительности он существует? Или ты разделяешь реальность и действительность хотя бы. Если действительность это место, где происходят действия, тогда твое высказывание в принципе адекватно, но не имеет отношения к наивному реализму. Если ты говоришь о реальности, вот предмет существует не в действительности, а в реальности. Если мы проводим разграничения между действительностью и реальностью, как... Реальностью это то, как есть на самом деле, а действительность это то, как есть это для нас, в нашем мире, наших действий, нашей практики. Нашего общества, там, например, не знаю действительности. Если такого различия здесь не проводится и реальность это синоним действительности, то тогда да, имеет место наивный реализм. Но каким образом тогда ты доказываешь, что предметы существуют? С помощью нашей заботы? Ввиду чего? Ввиду нашей смертности. Блять! Потому что у нас в бессмертности мы выбираем что делать. Если бы мы были бессмертны, мы бы не выбирали что делать. если бы мы были бессмертны мы бы не выбирали что делать что а что мешает нам быть без не допустим и бессмертно что нам мешает выбирать что делать я уже много раз наши смертности мы выбираем что какие-то вещи есть еще и нет выбираем что какие-то вещи важны какие-то вещь этот выбор это но это не как раскольников с топором это зачастую даже не как выбор между чаем или кофе как правило такие маленькие вот это уже комментировать просто нельзя короче дед пошел в шуе и я не знаю что дальше делать ребят хайдеггер хайдеггер по вопросу восприятия предмета что окей бывает сам само событие этого выбора так и жив здесь нету следовательно тут нету логического следования опять же от маргинала манера требуем логического следования поскольку от всех он требует его о 33 тысячи за 33 рубля спасибо шагов теперь я существую пожалуйста важно важно не кажется его особо не замечаем как мы выбрали что кристаллическая решетка есть фей например нет ну так что если феи есть наверно надо какие-то ритуалы выполнять связанные с феями правильно но кто-то выполняет ритуалы связанные с феями значит и есть то есть там целый гигантский багаж есть окей супер ну супер короче да если люди верят в феи выполняют ритуал значит и есть если есть камень и мы выполняем с ним какие-то ритуалы обращаем на него наше внимание значит он есть окей но я полагаю маргинал сейчас говорит не о реальности а действительности то есть он видимо вводит разграничение между реальностью и действительностью но проблема в данном случае заключается в том что в таком случае это не наивный реализм к реализму он не имеет никакого отношения данная позиция вот все такого что надо было бы делать если бы феи были а кристалли ну кстати не обязательно делать какие-то ритуалы по отношению к феи из их феям если они есть человеческая решетка что если кристаллической решетки нет значит себя в школе обманывают почему нет там целый багаж вот несуществование кристаллической даже несуществование гравитации имеет багаж довольно большую ну почему бы нет получается из окна можно не что за быдло блять аргументы в духе блять что гравитации нет да чуть можно прыгнуть из окна охуеть просто это любой гопник такой аргумент воспроизведет на улице просто дупо это это блять это позор сейчас ну то есть воспроизводить такие аргументы философской беседе это позор если гравитации нет значит есть другая объяснительная теория короче того что происходит в практике на данный момент не значит мы должны из окна выходить чем этот багаж он тебе нет это просто очень пошлый в данном случае аргумент вот настолько пошлый что его озвучивают в основном люди с низким интеллектуальным статусом вот вот вообще тупо стаскай это уровень а стаса и как просто ребят данном случае был к сожалению ладно маргинал может себе позволить это вот в одной в одном теке вот что-то воспроизвести на уровне стаса и как просто но чтобы вы понимали это очень лениво как бы очень лениво и очень не круто естественного отбора скорее всего еще естественно отбор допускаем окей на самом деле интересная тема не тема интересная ну блять но гравитация выйти в окно что если гравитации нет это не значит что мы должны все выходить в окно и умирать как бы там где блять здесь следование хоть какое-то вот немножко следования но я немного отошел на его наивного реализма так или иначе мы видим камень просто камень видим его посредством нашего глаз просто повторишь опять это окей волнового мозга посредством частиц света и так далее но видим мы камень почему что такое камень идем дальше камень смысле спасибо старухин ссылка удалена курлык как же я надеюсь что это не его видео надеюсь старухин не скидывает нам свое видео чтобы моим учили место а пахом вас по буковой плео хоть при и мы убираете что сейчас будет скоро похоже хорошее видео было годное спасибо то есть тут просто очень на самом деле аргументировать конечно все аргументы в пользу того что мы не можем рассчитывать на свою перцепцию. Да, ну, не можем, но че? Блядь, мы должны сомневаться в люб... Мы не должны... Ну, мы не... Нет никого долженствования в сомнениях. Можем не сомневаться. Мы не сомневаться, можем вообще ни в чем не сомневаться. Мы можем быть наивными реалистами, но это самая примитивная и тупая позиция, которую... Блядь, да. Не, на самом деле это реально самая примитивная позиция из доступных, к сожалению. Поэтому я немножко удивлен, что маргинал наивный реалист или как это он озвучивает. Я еще не понял, насколько его позиция реально является наивным реализмом, ввиду того, что она выражается довольно странно. Можно себе представить вообще просто. По отношению к данному вопросу, это реально самая примитивная, самая простая позиция. Я думаю, ну, с этим спорить очень странно. Может быть, эта позиция реально верна. Но она реально самая примитивная. Ее тоже надо доказывать. Это просто самая простая позиция, которую можно себе вообразить. По данному вопросу. По данному вопросу, да. И из-за того, что она про фидагерианский наивный реализм есть такое ставящий не значит что она верная мы бы хотели чтобы например все было достаточно просто исследовать можно было бы мир вокруг нас очень просто не нужно было бы делать какие-то знаете странные допущением это было бы очень удобно друзья на мой взгляд это было очень хорошо но не знаю работает так или нет не значит что она не верно шадов не утверждает что она неверная поэтому друзья ну вот понимаете чем скептицизм заключается то что мы не утверждаем что она неверная в данном случае может быть она верная но просто она одна из самых простых по данному вопросу все это как-то очень странно что образованный умный человек а маргинал образованный умный человек вдруг придерживается наивного реализма ну ладно может быть всякое может быть всякое но просто интересно кстати она может быть предпочтительны из-за своей простоты и ну вот вот в таком смысле да если мы говорим о бритве окам от конечно да действительно действительно но опять же это не значит что в ней нельзя сомневаться вот именно она 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 самая простая если альтернативные позиции равны недоказуемые с ней ну вот если позиции равны недоказуемые но вот здесь знаете отчасти можно согласиться но вопрос она наивный реализм а грится почти каждый второй философ да чтобы его обосновать какой-то хороший такой беседе но и доказать что они равны недоказуемые или доказуемы неважно надо как-то знаете ну на очень большие какие вещи очень большой спектр каких-то вопросов отвечать просто знаете в чем хороша редкая позиция редкую позицию мало критики обычно бывает ну не то что мало потому что мало кто пытается критиковать мало кто они слышат или чаще всего она наивный реализм ну 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 прям знатно нападали поэтому его кстати называют наивным реализмом не просто реализмом как наверное следовало бы его называть именно наивным с такой знаете вот приставка именно наивный но наивный же реализм сильно наивный такой но это не так и там и там можно если бог не и там это можно доказывать да но вы по-разному дэдси дэд айсбокс дэд айсбокс получается мертвая ледяная коробка да окей можете по-разному это доказывать по разному к этому подходить просто маргинал в данном случае придерживается самой примитивной позиции из возможных в этом его проблема в этом об это даже не проблема я сейчас беру слова проблема назад но лишнего сказал шадов объясни критический реализм это не моя чашка чая друзья но он просто есть и он сложнее наивного реализма мы посмотрели 4 минуты не понимаете в чем еще одна вот вот настоящая проблема маргинал заключается в том что для объяснения своей позиции он не прибегает к доказательствам он просто повторяет то что он говорил еще раз повторяет и еще раз повторяет и еще раз повторяет типа в какой-то момент до нас должно дойти что убер маргинал наверное прав или не прав или что там с ним происходит непонятно но вопрос просто действительно интересный на самом деле очень интересные вопросы ввиду того что но он такой пограничный пограничный философский вопрос о том насколько реальны наше восприятие это неинтересная реакция примитивная позиция но но я до этого до хера сказал не только примитивная позиция но в итоге просто дамы пришли к тому чтобы примитивная позиция и ты посмотрел только четыре минуты из большого видео введение в философию так и преподается начале все люди были наивными реалистами нет вначале люди не были наивными реалистами но просто это одна из самых простых один из самых простых ответов на данный вопрос это не то чтобы за это следует порицать но просто на это прервалось видео потом обнаружили что оказывается у них бывают сны не это примерно ну то есть маргинал мне сейчас меняет аргументы которые я не воспроизводил во всем мире примерно так это и преподается люди не знали что сны бывают ну я не говорил об этом маргинал я не говоря про сны вообще вроде бы ни слова не сказал кстати может быть один пример со снами и приводил но потом такие ох ты оказывается так это же еще я когда весло окунаю в воду она выглядит сломанным блять а потом его достаю и она целая как так и все и все студенты такой ооооододаоду даста на душу блять нихуя себе как мудрота то какая пиздец но то что и как бы опыт сломанного бедра и опыт как называется весла опыт сломанного весла его по целому весла это никого не спущает все детей ты выбрал один из них как как настоящая другой как настоящий всего того что один из них но на значит к герентин своей практикой то что гребешь целом веслом даже нет с практикова не к герентин нам просто в данном случае плевать практика обозначает обозначается довольно просто что-то происходит самолет не упал мы плывем дальше охуенно нас не интересует изогнулась ли весло под водой или не загнулась честно нас вообще-то не интересует хотя я бы на месте маргинал здесь знаете чё бы сказал дело не в том что мы видим как она изгибается дело в том что мы можем опустить руку в воду и в соответствии с этим опытом мы можем прощупать что на самом деле она не изогнулась с другой стороны я могу дальше допустить знаете тоже так же последовательно вдруг наша рука тоже загнул с таким образом что нам кажется что там она не извивается это весло знаете так и нарушить бритву окама в данном случае допустить лишние сущности если я буду допускать лишние сущности я могу представить как релевантную практически любую теорию как ни странно но что тоже что тоже на мой взгляд является интересным когда она вот наполовину под водой выглядит как бы там половинку плыть должна вниз деньги мне платить деньги мне платить деньги мне не но на самом деле я не знаю не знаю как отнестись к этому видео на самом деле лениво конечно конечно лениво хотелось бы хотелось бы знаете чтобы маргинал не знаю больше раскрыл свою позицию ответил на заданные вопросы там были вопросы о том что такое существует в действительности это просто очень важно в данный момент потому что есть реальность есть действительность иногда они разделяются терминологически если он под действительностью понимает вот тот мир в котором мы действуем то его концепция не имеет никакого отношения к наивному реализму но при этом то при этом ну ну окей бывает причем знаете я вполне так себе допускаю что по 10 он разделяет реальность и действительность то здесь никаких противоречий в принципе я пока что не наблюдаю в этом то есть вполне возможно в мире иллюзий в мире иллюзий он блять мире иллюзий чё говорю короче скорее всего он просто не задается вопросом о реальности в данном случае того или иного явления мы видим сам камень потому что мы можем с ним взаимодействовать применять его в практике потому что маргинал несколько раз слова практика употреблял может быть вам вообще не задается в данном случае вопрос вопросом о реальности камня может быть он задается вопросом о действительности камня в том смысле что он существует в нашей практике мы можем выделять его самостоятельно взаимодействовать с ним вот это действительность. А реальность это то, как на самом деле. Иногда реальность и действительность обозначаются как синонимы. Иногда это ввиду того происходит, что они просто отождествляются. То есть мир практики равно миру непрактики. Равно миру действительности. Равно. Иногда бывает равно. В мировоззрении. Иногда бывает, что человек просто рассматривает мир действительности и не задаваясь вопросом о реальности. Я здесь не понимаю. В моем видео, в том отрывке, который Маргинал просмотрел, было несколько зацепок. Если бы он ответил на эти вопросы более, знаете, раскрыты и подробно, мы бы, может быть, поняли, является ли маргинал наивным реалистом, или он что-то путает в данном вопросе, может быть, он не наивный реалист, может, он вообще о реальности сейчас не обсуждает, ну, не рассуждает какой-то. То есть, интересно, все еще интересно, что он там подразумевает под терминами, ну, такое, такое. Что, друзья, что-нибудь там было еще заказано, мы все еще ждем возвращения, появления в нашей компании угнетателя, угнетателя, видосов больше нет, кстати. У видосов больше нет, давайте тогда найдем что-нибудь посмотреть, да, угнетателя. Сегодня вы мне денег накидали хорошо, я доволен, хотя, ну, не то, чтобы сильно доволен, конечно, маловато все еще, но ну, пойдет, 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 пойдет. Для начала пойдет. Доброго стрима? У скептиков есть? Катехизис? Нет, наверное. Спасибо за пожелание доброго стрима. Валентин АК Валентайн, большое спасибо за 50 рублей. Как угодно, все, что угодно может быть у скептиков, а может не быть. Так. Так, так, так. На самом деле, маргинал после этого видео штаны пошел менять. Да не то, чтобы он обосрался, понимаете, но проблема в том, что он просто повторял одни и те же тейки несколько раз и просто повторял одни и те же формулировки, типа, чтобы люди лучше поняли, что он понимает под своими словами. Имеет в виду, но как-то, бля... Я, в принципе, сразу понял, что он имеет в виду. Тут вопрос в том, именно в раскрытии терминов, которые он использует. Егор Казаков пишет, отрицание это тоже утверждение, кстати, да, действительно. Утрицание это тоже утверждение. И отрицание, если вы в него верите, верите в отрицание того или иного убеждения, это тоже убеждение, тоже является убеждением, да. То есть здесь я с вами согласен. Просто у меня отрицание не является убеждением. Я реально пытаюсь разобраться в вопросе. Пытаюсь разобраться, как оно там все устроено. Я задаю маргиналу вопросу. Что он думает о том, как это все устроено? Вот это так работает или не так работает? Не знаю. Реальность там или действительность подразумевает он или он не видит различий между двумя этими словами. Хотелось бы узнать. Я, конечно, порой делаю острые замечания, знаете, ввиду чего? Ввиду того, что мне приходится вести стримы, а стримы желательно вести более так остро, более остро, чтобы был какой-то движ. А иначе Шадова все назовут, знаете, душнилой. Назовут его душнилой и скажут, что он дохуя скучный, отвратительный такой. Как можно смотреть гребаного Шадова, если он скучный? Никак. Не захотят люди смотреть Александра Шадова и это будет беда, друзья, беда.